Девушки отдыхают Открытием для широкой публики стал главный герой фильма, сыгранный тогда малоизвестным актером Арменом Джигарханяном. Впервые имя героя было названо открыто – Артур Артузов. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Начальник автобронетанкового управления РККА Иннокентий Халебский. После доклада Сталин задал один вопрос. Какие вам известны танковые новинки на Западе или Востоке? Услышав в ответ, что наши танки – последнее слово техники и военной мысли, Сталин обратился к Артузову. В бытность работы товарища Артузова в НКВД я читал его донесения о проекте нового немецкого танка. Нам крайне важно иметь чертежи этого танка или хотя бы его описание. Непосредственный руководитель Артузова Урицкий осторожно заметил – «Немцы умеют скрывать свои секреты, товарищ Сталин?» Повернувшись к Артузову, Сталин ожидал ответа. За несколько секунд Артузов мысленно разложил все возможные варианты ответа, как свой любимый пасьянцы. Взвешивая каждое слово, он сказал – «Да, немцы умеют хранить свои секреты. Ну а мы умеем такие секреты добывать. В принципе, достать такие данные возможно. Кто-то из присутствующих не удержался. Может, вы и готовый танк привезете?» Вопросы образцов – это было одно из направлений, по которым научно-техническая разведка работала по всему миру. И если появлялись такие вещи, она проводила головоломные операции, чтобы эти образцы той или иной военной или специальной техники попадали к нам. Многие из присутствующих восприняли заявление Артузова как нереальное. После паузы Сталин произнес – «Уверенность товарища Артузова дает нам основание поручить разведупру добыть необходимые сведения о танке. Конкретную ответственность, полагаю, следует возложить на него же». Наши военные разведчики и внешняя разведка следили за тем, что происходит, как происходит перевооружение Германии. Несмотря на всю фантастичность задания, через два месяца после совещания в Кремле образец немецкого танка стоял на подмосковном танковом полигоне. Только Артузов знал, сколько невероятных комбинаций понадобилось его сотрудникам, чтобы все сошлось в этом задании. Этот пассианц Артур Артузов разложил точно. Всю жизнь перед началом важнейшего дела он раскладывал свой любимый пассианц – могила Наполеона. Каждый шаг, каждая комбинация будущего дела ему рисовались мысленно. Так было и много лет назад, когда в его голове сложилась комбинация, вошедшая в историю под названием «Операция Трест». «Операция Трест» – это уникальнейшее явление в деятельности нашей контрразведки и разведки. И сочеталась и контрразведка, и разведка. Почему она стала успешной? Ведь не просто так. Да потому что люди, которые ее задумывали, они знали о том, что такие операции возможны. Из каких головоломок и хитросплетений родилась идея – организовать видимость антибольшевистского подполья, основать контрреволюционную организацию, куда завлекали белогвардейцев из России и эмиграции? В 20-е годы главная задача контрразведки была против белой эмиграции, борьба против белой эмиграции, ее разложение. Почему вся белая эмиграция, которой было столько опытнейших людей, разведчиков, контрразведчиков, почему поверили они? На мой взгляд, это ключевой вопрос этой операции. Почему они поверили? Настолько правильно были подобраны люди, привлечены к сотрудничеству, что поражаешься до сих пор. Самой главной находкой операции стал Александр Александрович Якушев, высокопоставленный руководитель наркомата внешней торговли. В прошлом – дворянин, действительный тайный советник. В 1921 году он организовал подпольную монархическую организацию. Об этом стало известно ВЧК. Якушев был арестован и ожидал расстрела. Но Артур Артузов, в ту пору один из руководителей контрразведки, по-другому разыграл его карту. Мне никак не понять, ну как Артузов, которому тогда было лет 35, ну может быть 36, как он мог справиться с таким зубром, как статский советник, по существу генерал Якушев. Он советскую власть не любил, это мягко сказать, а по существу презирал, ненавидел. Позже не только коллеги, но и противники отмечали главное качество Артура – умение убеждать. А главное – искренне верить в то, о чем он говорил своему собеседнику. Под влиянием Артузова Якушев перешел на сторону советской власти. И вскоре стал одним из главных действующих лиц чекистской операции «Трест». Якушев – это колоссальнейшая фигура. Он смог сработать так, именно так, как нужно было советской власти. Кто его инструктировал, кто его готовил? Конечно, Артузов. По легенде, созданной Артузовым, Якушев являлся главой контрреволюционной организации «Трест». Это была легенда, которая ждала белая эмиграция. Белая эмиграция, осевшая там, в Париже, в Варшавах, в Барно с Прагой, где-то в Турции. Они ждали, что их дело совсем не гиблое, что его поддерживают даже те, кто мирно и спокойно живет в России. А почему они этого так ждали? Потому что очень хотели этого. И вот это желаемое выдавалось за настоящую советскую действительность. В эмигрантских кругах поверили в успехи «Треста». Настолько безупречны были представляемые доказательства. Не поверил только один человек – барон Врангель. Врангель понимал, что люди, которые взяли власть там, в Совете, они ее не собираются никому отдавать. А многие, даже такие хитрые, как, скажем, генерал Кутепов, мечтали о том, чтобы вернуться. Кстати, Кутепову, да и многим другим, это вполне позволялось сделать возраст. И было огромное желание вернуться. Они знали, что пришла такая власть, которая по логике, по чистой логике, должна продержаться, ну, месяцев 5-6, хорошо, 2-3, ну, 4 года, не больше. А потом придут наши, белые, настоящие. А когда им показывали, что они уже там, они пришли, и единственное, что они делают, они сдерживают вот этот порыв, чтобы не было террора, чтобы их не задавили. Но зато собираются вместе, решают важные проблемы. А когда придете вы, то уж вместе, как грохнут, как бабахнут, это была страшная, я бы сказал, глубочайшая ошибка. В сети Треста попали не только виднейшие представители эмиграции. Артузову и его коллегам удалось в результате оперативной игры выманить в Россию и сильнейших врагов. Известнейшего террориста Бориса Савенкова и Сиднея Рейли, международного авантюриста, английского разведчика. Позже говорили, что он стал одним из прообразов Джеймса Бонда. Правда, в романах Флеминга не найти следов переигравшего Рейли Артура Артузова. Два сильнейших врага закончили свою жизнь на Лубянке. По существу, холодная война началась с 1917 года. Как только образовался новый тип государства социалистического, стало образовываться. И, в частности, оперативные игры, как мы называем, синдикат, Трест, заговор послов, так называемый, известный, когда организовывала английская разведка. Но наткнулись они на людей, имевшие опыт подпольной, конспиративной деятельности. Английская спецслужба, английская разведка наткнулась на то, что они не могли себе представить. Их купили дешево, как говорится, на подставах, на двойниках. И они вляпались в заговоры послов и последующие игры, которые продолжались в 20-е годы еще. И они не могли никак это простить нашим спецслужбам долгое время. И поэтому британские спецслужбы, они эту обиду, она у них осталась, как психологическая травма, навечно. Более пяти лет продолжалась операция Трест. Классическая контрразведывательная операция. Не случайно в мае 1922 года Артузов стал создателем отдела контрразведки и ее первым руководителем. До сих пор операцию Трест изучают во всех разведывательных школах. Когда-то сам Артур Христианович Артузов написал об этом большом пусте своей жизни. Завершена операция. Кажется, все. Но это лишь кажется. А по сути операция только этап. От нее остаются нити, которые следует тянуть дальше. Видь новые хитроумные оболочки. Раскручивать самые тонкие спирали. Таким образом добираться до глубин. А глубину личности самого Артузова можно начать искать в маленькой горной деревушке Кштаат, в Швейцарии. Откуда в 1881 году в Россию выехал его будущий отец, сыровар Христиан Фраучи. Фраучи Артузов был швейцарцем. Но и по фамилии понятно, что швейцарцем итальянского происхождения. Итальянское происхождение, значит, итальянские вкусы. И даже то, что отец Фраучи варил сыр и был, как сейчас мы бы сказали, очень знатным сыроваром, говорит о семье Фраучи весьма много. Христиан Фраучи поселился в Тверской губернии. И здесь, в самые кратчайшие сроки, швейцарец снискал репутацию лучшего сыровара. В своем послужном списке во всех анкетах Артур Христианович в графе происхождения писал «Сын сыровара». В России Христиан Фраучи нашел свою судьбу. Он женился на Августе Гедрикиль. В ее жилах текла латышская и эстонская кровь. В этой семье в Кашинском уезде Тверской губернии 17 февраля 1891 года родился первенец. Назвали его Артуром Евгением Леонардом Фраучи. Затем на свет один за другим появились еще три дочери и два сына. Семья Фраучи основательно пустила свои корни в Россию. Не случайно появилось такое выражение, как русские швейцарцы. Вот к ним относился и Артугзов Артур Христианович. Это люди, которые в нашу культуру, в нашу жизнь, в жизни России, очень большой вклад. Мог ли предполагать швейцарский сыровар Христиан Фраучи, что почти через 150 лет его правнук из России Александр Фраучи, один из лучших гитаристов мира, получив возможность приехать на историческую родину прадеда, будет разыскивать заброшенную в горах деревушку Кштадт? Он был в этой деревне, он видел этот дом. Этот дом стоял пустой, потому что, видимо, уже все умерли. До сих пор в этих краях живут люди, носящие фамилию Фраучи. Но никто из российских потомков Христиана Фраучи в Швейцарию не вернулся. Историю своей семьи они писали на новой родине и оставили много достойных страниц. К золотым можно отнести историю старшего сына Артура. В 1909 году Артур Фраучи закончил с золотой медалью гимназию в Новгороде и поступил в Петербургский политехнический институт. Артур Христианович очень плотно работал над собой. У него была особая книжечка, блокнотик. И он в ней записывал свои отрицательные черты. То есть он заставлял список каких-то своих черт, от которых он хотел бы избавиться. Он сильно работал над собой и постепенно их вычеркивал. Студент Фраучи никак не мог предположить, что через сто лет в здании института благодарные потомки в его честь откроют мемориальную доску. Кто-то в первый раз узнает имя великого разведчика и контрразведчика. После окончания института его ждала карьера инженера-металлурга. Он, конечно, будучи талантливым по природе своей, конечно, в нем умер, скажем, очень перспективный, возможно, получивший в свое время и мировое имя, инженер-металлург. Потому что именно он был лучшим учеником и на него делал ставку человек с мировым именем, тоже металлург, громк Жемайла. Это было бы, наверное, явление нашей металлургии. Наука не получила выдающегося металлурга. Зато разведка и контрразведка получили одного из самых замечательных своих героев. Еще с юности семья Фраучи была знакома с будущими известными большевиками – Подвойским и Кедровым. Эти люди изменили судьбу Артура. Он пришел в революцию. В декабре 1917 года Артур Фраучи вступил в партию большевиков. Но по независимым от него причинам, партбилет получил лишь в середине лета 1918-го. В эти же дни в жизни Артузова произошло еще одно важное событие. В августе он обвенчался. Его избранницей стала учительница Лидия Дмитриевна Слугина. В силу своей службы, несмотря на то, что должен был быть атеистом, тем не менее, так сказать, к вере я относился, ну, наверное, даже многоверным как-то. Потому что вот эта вот икона в течение всей совместной жизни с его женой, Лидией Дмитриевной Артузовой, девичей Слугиной, она была у них, присутствовала, висела. Ей она досталась от своих родителей, предков и наследства. И впоследствии перешла к нам. В этом браке родилось трое детей. Две дочери, Лидия и Нора, и младший сын Камил. Трагическая судьба отца сказалась и на них. Фамилия Артузов исчезла на много лет. Ради его памяти, наконец-то, это благословение матери своей перед смертью, она сама меня об этом попросила, беру его фамилию. Этот процесс уже начался, я буду Артузовым. И главное не я, а главное, мои дети, мой ребенок будет Артузовым. Камилом Сергеевичем Артузовым. Это в память, это как живая память, чтобы и он своим тоже рассказывал, и далее, и далее, и далее. Чтобы был род Артузовых в назидании и в напоминании. Сам Артур Христианович начал носить фамилию Артузов с легкой руки красноармейцев. Они плохо запоминали и с трудом произносили его необычную фамилию Фраучи. И как-то незаметно, словно само собой, его стали называть Артузовым, сделав из его имени звучащую вполне по-русски фамилию. Мама объясняла так, что, поскольку его звали Артур, а было принято иметь псевдонимы в революционной среде, то его товарищи как-то вот Артур, Артур, Артузов. Вот из имени это вышло, эта фамилия. При поступлении в ВЧК на службу Артур Фраучи уже официально взял фамилию Артузов, с которой и вошел в золотые страницы истории отечественных спецслужб. В особый отдел ВЧК он пришел в мае 1919-го, а уже через год получил мандат с расширенными полномочиями. Подписали этот мандат три человека – Дзержинский, Минжинский и Ягода. Все эти люди сыграли важную роль в жизни Артузова. Если Дзержинского с Минжинским Артузов считал своими учителями, то Ягода сыграл в его судьбе злодейскую роль. Между Фраучей и Ягодой сложились вообще странные отношения. Они были сверстниками, они разительно отличались друг от друга и характером, и образованием, и интересами. Когда-то в юности их пути пересекались. Артур вместе с сестрой Верой приютили тогда бездомного Генриха Ягоду, а в будущем зловещего наркома НКВД. Они сойдутся в противостоянии в 30-е годы. Интеллектуал Артузов и малограмотный хозяйственник Ягода. Но в 20-е годы были вынуждены вместе работать. Для Артузова эти годы оказались одними из самых счастливых и плодотворных. Он создавал свои хитроумные операции, так же, как писатель сочинял захватывающий роман. Артузов сразу же стал заметен и востребован. Он быстро занял соответствующее положение. Попал в номенклатуру. Но никогда не пользовался положенными привилегиями. Мама всегда плакала, рассказывая эту историю. В 20-е годы, когда был голод, когда был голод, Лида, моя бабушка, очень сильно заболела. А Артур Христианович имел право на спецпоёк в Кремле. Но он его не получал. Он от него добровольно отказался. А Лиде нужно было более-менее нормальное питание. Она умирала. И его жена стояла перед ним на коленях, упрашивала его, чтобы он всё-таки взял, согласился на это. А он отказывался. Он говорил, что как же так, вся страна голодает. А я... Вот, и потом бабушка маме рассказывала, что она видела, как он ночью стоял на коленях перед кроваткой и плакал. Вот, но паёк он всё равно, всё равно он не взял. И в итоге какая-то её подруга, я не помню точно, может быть, кто-то из родных, но я точно не буду говорить, кто-то помогал с продуктами, вот, тайком. В конце 1929 года создатель советской контрразведки Артур Артузов перешёл в разведку. Его назначают сначала заместителем начальника иностранного отдела ИНОО ГПУ, а вскоре и начальником. Я бы сказал так, 7 звёздных лет этого человека, потому что это был уникум в контрразведке и в разведке. И самое главное в жизни руководителя это пройти черновую работу, работу в поле. То есть начать с самого маленького. Он прошёл всё вот это. Руководство разведкой не стало для Артузова совершенно новым делом. Ведь многие операции контрразведки того времени по сути своей сливались с деятельностью внешней разведки. В Центральном аппарате разведки в те времена насчитывалось всего около 70 сотрудников. За рубежом в резидентурах было столько же. Артузов сумел организовать сети по всей Европе. Он подготовил разведчиков, набрал агентуру. Причём он набрал агентуру не только из числа левых каких-то анархистов и всего такого прочего. Он сумел перевербовать огромное количество людей, которые были первоначально настроены против советской власти, которые участвовали, я подчёркиваю это, участвовали в вооружённой борьбе с советами. И здесь Артузову не было равных в убеждении. Вот скажем, как была завербована та же самая пара, генерал Скоблин и его жена Плевицкая. Самый молодой генерал белого движения Николай Скоблин был талантливым военачальником. А Надежда Плевицкая – признанная выдающаяся певица. Самым известным почитателем Надежды Плевицкой был Николай II, который называл певицу курским соловьём. По рассказам очевидцев, слушая Плевицкую, император низко опускал голову и плакал. Плевицкая и Скоблин – это бесспорно актив Артузова. И по одной причине он единственный понимал, что такая комбинация, несмотря ни на что, возможно, вероятно, выигрышна. Супруги согласились работать на советскую разведку, о чём дали соответствующие расписки. Довольный Артузов наложил на этом документе свою резолюцию. «Заведите на Скобли на агентурное и рабочее дело под псевдонимом «Фермер Ежи дробь 13». Плевицкая получила псевдоним «Фермерша». Эти агенты были настоящими козырями Артузова в кругах белой эмиграции. Плодотворное сотрудничество советской разведки с фермером и фермершей продолжалось до сентября 1937 года, когда Артузова уже не было в живых. Конец жизни знаменитых агентов оказался трагическим. Я хочу сказать фразу, которая кажется мне очень важной. Человек, который переходит с одной стороны на другую, он должен чётко понимать, что возврата ему в прежнюю его среду нет, не будет. Если этого человек не понимает, то горе ему. Белая эмиграция была ошумлена. Даже, может быть, погибнув во время войны, в тюрьме, Плевицкая тоже сыграла на руку, скажем так, нашей советской разведке. Она показала всей этой белой эмиграции, что она в неё не верит. Большая часть операций советской разведки за годы её существования мало кому известны и до сих пор. Артур Христианович вошёл в историю разведки как профессионал очень высокого класса, как очень талантливый руководитель, который в очень короткие сроки реформировал и модернизировал работу разведки, подстроил её под реалии того времени, под те задачи, которые ставило перед разведкой высшее политическое руководство страны. И, конечно, надо отдать ему должное как человеку неординарных умственных способностей. Самое главное, с чего он начинал как руководитель разведки, ну, вначале как заместитель, потом как руководитель разведки, это оценка его событий, политических событий в мире, в Европе в частности, нарастание военной угрозы, те события, которые происходили в Германии, назревание, назревание прихода фашистов к власти. И он предпринял очень серьёзные шаги для преобразования аппарата разведки. Когда Артузов взял в свои руки бразды правления внешней разведкой, одним из главных центров её особенного внимания в Западной Европе наряду с Парижем стал Берлин. И вновь Артузов разложил невероятный пассианс. Агентура была у нас очень мощная, потому что был коминтерн. И в коминтерн входило, как вообще, кто помогал нам. Помогали люди, наше, так сказать, мышление, коммунистическое мышление, социалистическое, коммунистическое мышление. И это была очень большая политическая сила. Артузов, как мне думается, сделал прорыв в советской разведке. Он доказал, что можно вербовать людей на идейной основе. Можно вербовать людей самых разных. Не только таких вот пламенных революционеров, как он сам, ненастоящих борцов-коммунистов, но и людей, стоящих на других позициях. Хотелось бы ещё сказать об одном ценнейшем источнике советской разведки, тоже действовавшем в Германии. Это был сотрудник гестапо Вилли Лемон, который проходил и работал под псевдонимом Брейтенбах. От него поступали данные об испытании в Германии ракет Фау-1, что было очень важно. Так как он был начальником отдела по борьбе с коммунистическим шпионажем, то, соответственно, он своевременно передавал в нашу резидентуру сведения о готовящихся провокациях в отношении советских граждан. Именно он передал точную дату и время начала нападения Германии на Советский Союз. В этот же период к сотрудничеству были привлечены Арвид Харнак, сотрудник Министерства экономики Германии, который имел псевдоним Корсиканец, и старший офицер ВВС Германии Хара Шульц Бойзен, работавший под псевдонимом Старшина. Ими была создана разветвленная подпольная антифашистская организация, которая в историю вошла под названием «Красная капелла». Получаемая информация была бесценной. Эффективно действовала нелегальная резидентура во Франции. Там в этот период находится разведчик-нелегал, который в историю разведки вошел под именем «Короля нелегалов» Александра Михайловича Короткова. Эти годы вошли в историю советской разведки под названием «Эпоха великих нелегалов». Главная стратегическая идея Артузова заключалась в том, что в случае войны легальные резидентуры будут уничтожены. Поэтому только нелегальные сети могли гарантировать поступление информации и во время войны. Это, я полагаю, самая главная заслуга Артузова. И это практически явилось прообразом того, как разведка развивалась и дальше практически до настоящего времени. Артузов был настоящий гений разведки. И его гениальность, как мне видится сегодня, была не только в той самой оперативной работе, которую он проводил. Нет, он был гениальным, я подчеркиваю, абсолютно идеальным выдубщиком. Он придумывал столько легенд, что легенды эти не старели. Наверное, в этом и сила нашей отечественной разведки, что память о людях, которые стояли у истоков, которые формировали сегодняшнюю разведку, остается в сердцах молодых, действующих сотрудников СВР России. И особой строкой, наверное, записано там имя Артузова. Просто потому, что в высочайшей степени профессионал. Наверное, единственный в мире человек, который одинаково успешно работал в качестве руководителя контрразведанного органа, политической разведки и военной разведки. Три направления он освоил и руководил блестяще. В биографиях всех великих разведчиков 30-х, 40-х и даже 50-х годов всегда отыщется след Артура Христиановича Артузова. Тонкий аналитический ум Артузова подсказывал ему необходимость сделать ставку на приобретение перспективной агентуры. Эти идеи Артузова воплотил выдающийся советский нелегал Арнольд Дейч. Речь уже идет об Англии. Арнольд Дейч привлек к сотрудничеству более 20 человек, среди которых были Ким Филби, Гай Бёджес, Дональд Маклин, которые вошли в состав известной кембриджской группы. Заслуга Артузова в том, что он доверял этим людям из пятерки. Он доверял потому, что верил в них, а никто, почти никто в них не верил. Созданная Артузовым широкая агентурная сеть накануне войны очень помогла советской разведке действовать в суровые годы Великой Отечественной. В это время многие идеи Артура Христиановича оказались востребованными. Если мы вспомним историю Великой Отечественной войны, то еще до ее начала, идя по следам своего Артура Христиановича Артузова, чекисты организовали блестящую операцию «Монастырь». Они создали абсолютно фиктивное, не действующее, не подозревающее даже о том, что оно существует подполье в центре Москвы, в Новодевичьем монастыре. И назвали его главой людей, которые даже и не думали, что они числятся в этом подполье и его возглавляют. И самое интересное, что все это подполье, помимо всего прочего, было насыщено своими собственными агентами. Откуда это идет? Кто это сделал? Я думаю, что это все оттуда, от Артузова. В начале 30-х годов Артузов в силу своего положения не мог не попасть в зону внимания Сталина. У него, как у немногих, пропуск в Гремль. Знак высочайшего доверия. Поначалу Сталин слушал Артузова, вызывал его. Было даже такое событие, которое отражено в документах. Разговор Сталин-Артузов длился около 6 часов. Будем говорить откровенно, честь для Артузова. Но почему оказано вождем Артузову? Это потому что Артузову было о чем рассказать Сталину. С Артуром Христиановичем они ехали на дачу. Тогда еще электричек не был, был поезд. И он извинился и отошел к одной женщине, очень приятной, с пучком. Они беседовали, потом эта женщина сошла на свои остановки. Он подошел к маме и сказал, что это жена хозяина. Он Сталина называл хозяином. Это было аллилуйя. В 20-х годах Артузов и Сталин соседствовали на правительственной даче. Вот его сын, Камил, со своим приятелем. Были хулиганственные какие-то. Срудили пушку. Ну, наверное, какая-нибудь водопроводная труба. Как-то его загнули. Пор. Благо этого добра было навалом. Спрятались в кустах. Подожгли и пальнули. Пальнули по первой проезжающей машине. Выстрел получился хорошо. Достаточно. А я, когда дым рассеялся, из машины выбежали в кожаных таких тяжелых двое. Их заловили. В общем, пикантность ситуации заключается в том, что это была машина Иосифа Ивановича. Был ли он там сам или не был, неизвестно. Уже не стали выяснять этот фактор. Но факт. Его была машина. И реакция Артузова на это. Был очень серьезный разговор. С Камилом и с его приятелем. Главный акцент был сделан на том, что это нехорошо. Понимаю, конечно, вы развлекались. В гуганстве это интересно. Вы должны не забывать, вы могли бы убить шофера. Как руководитель разведки, Артузов не мог убедить Сталина в своей идее делать ставку на нелегальную разведку. И вот здесь, по-моему, кроется совершенно непоправимая ошибка Сталина. Он не доверял никому. Он не верил людям, которые работают там, за кордоном. И говорил так. Я доверяю лишь одному человеку оттуда. Это был Эрнст Тельман, вождь немецкого политориата. А другие разведчики все были под страшным сталинским подозрением. С вождем немецких коммунистов у Артузова было связано одно из заданий, полученных им лично от Сталина. Тот попросил удостовериться шифле, находящейся в знаменитой перлинской тюрьме Моабит Эрнст Тельман. Это поручение Артузова блестяще выполнил Вилли Лемон Брайтенбах. В 1935 году Артузова перевели на работу в военную разведку, оставив еще и на старой должности. Как впоследствии писал сам Артузов, Сталин, направляя его на работу в разведу, рассказал, что он должен быть там его глазами и ушами. Артузов очень тяжело сходился с военной разведкой. Его убивал непрофессионализм. И особенно непрофессионализм такого человека, как Ворошилов, который всей этой разведкой руководил. Ворошилов был так далек от этой разведтемы, он даже все доклады Артузова слушал так, нехотя, в полуха. Перейдя в военную разведку, Артур Христианович получил разрешение взять с собой 15 человек из старых коллег. И они занимали ключевые посты, они работали с иностранной агентурой. То есть, фактически, эти люди делали то же самое, что в своей разведке, в разведке внешней. И вот здесь, я бы сказал, огромная роль Артузова в том, что он сумел этих людей настроить на работу. Он не побоялся вступить в какую-то определенную конфронтацию в новом для себя учреждении. Я имею в виду военную разведку. Он дал новое направление, указал новую дорогу некоторым своим помощникам, агентам, разведчикам. В частности, мне кажется, что именно Зорге стал работать еще более эффективно, еще более целенаправленно. Именно во время прихода Артузова. Артузов это все увидел в нем и понял, какую ценность этот человек представляет и что он может дать. Он полагался на него полностью. Уже за год Артузов сделал очень много. Он добивался, чтобы агенты военной разведки за границей прервали прежние связи со своими партиями, а также личные знакомства с известными коммунистами. Одно это сразу вывело многих агентов из поля зрения политической полиции, особенно в Германии. Артузов предложил ввести особый порядок прохождения службы разведчиков. Их деятельность за кордоном отныне приравнивалась к пребыванию в действующей армии во время войны. Хотя Артур Артузов не мыслил себя без любимой работы, но жизнь не ограничивалась только четырьмя стенами его служебного кабинета. В его доме дореволюционной постройки по Милютинскому переулку, где проживало почти все руководство НКВД, собирались яркие и незаурядные люди. Артисты МХАТа, писатели, художники. Часто выступала Лидия Русланова. Захаживал и молодой шахматный гений Михаил Ботвинник. А ведь в нем умер не только Митлодург, в нем еще умер, скажем, певец. Если не во штаба мирового, но оперного, скажем, ведущего в российском театре, безусловно, был бы состоявшийся певец оперной сцены. С юности Артур обладал красивым и сильным кенором. Будучи руководителем разведки, он охотно выступал на сцене клуба ОГПУ, исполнял оперные арии. Но особенно любил роман с Шумана «Я не сержусь». Я его помню очень маленько. Если я была на руках у мамы, и такая была обстановка в их доме, что я запомнила на всю жизнь. Костюмированный был вечер. На сцене выступала Лидочка. Лидочка одета была в русскую боярышню. Сам Артур Христианович одет был в кавказскую одежду. Через какое-то время я оказалась у него на коленях. И я чувствовала, если я запомнила на всю жизнь, я чувствовала, что это обстановка необычайная. По горькой иронии судьбы Артузов иногда пел дуэтом со своим коллегой, будущим наркомом НКВД Ежовым и своим палачом. 11 января 1937 года Артузов был освобожден от работы в разведупре и направлен на работу в НКВД. Его назначили на должность научного сотрудника. Человек, который своей жизнью создавал историю ВЧК, был вынужден отправиться в архив, чтобы ее писать. Когда арестовали Артура Христиановича, арестовали его 11 мая, я запомнила, 37-го года, Лидия Дмитриевна пришла к моей маме и сказала, что не общайся с нами, все знакомые переходят на другую сторону, когда меня видят. И мама сказала, ты была и останешься мне другом. Я хочу сказать, что он вошел в мою душу, если я запомнила 11 мая, день его ареста. Я же ребенок была. По семейным рассказам, ну это мне уже, маленькому мама рассказывала про то, что когда его уже собирались расстреливать, был награжден расстрел, его соратники, ученики, ученики, последователи решили его выкрасть. И что кто-то из сотрудников должен был его подменить в камень. Эту красивую легенду опровергает вот этот документ. Коменданту военной коллегии Верховного суда СССР предлагаю немедленно привести в исполнение приговор о расстреле. В списке семи приговоренных номер 7 Артур Христианович Артузов. Подпись – председатель военной коллегии Верховного суда СССР Ульрих. Легенды у дел достойных. Да и сама реальная жизнь Артузова стала уже легендарной. Когда-то Артур Христианович Артузов написал по-прежнему чувствую себя громоотводом, притягивающим молнии беспокойного мира. Милая мама, напиши мне о всем, что у вас нового. Я так давно не получал от тебя ни одной строчки. Папа мне тоже давно не писал. Ему бы нужно сюда приехать к глазному врачу. Здесь есть один знакомый врач, специалист очень хороший и недорогой. Напиши ему мама. Напиши ему мама. Это письмо своим родным написал 18-летний юноша Артур Фраучи. А через сто лет чудом сохранившиеся в музее службы внешней разведки пожелтевшие страницы прочтут его правнуки. Привет, ребята. Спасибо, что приехали. Так, это вам. Это вам. Это наши подарки. Можете посмотреть. Так, наверное, собиралась за столом большая семья Артузова, когда читали письма от сына. В музее службы внешней разведки хранятся его личные вещи, которые его потомки никогда не видели. Это карманные часы, личное письмо Артузова своей семье, пропуск в Кремль, грамота коллегии УГПУ о награждении его боевым оружием и некоторые его фотографии. Ну, из всего, что было перечислено, нас, конечно, заинтересовало вот это письмо Артура Христиановича. Написано интересным почерком с вот этими ядь, знаете. Артур Христианович в момент написания письма находился в городе Санкт-Петербурге. Адрес его тоже установлен. Это улица Куйбышева, дом 11, дробь 9. Сейчас он стоит на пересечении Куйбышева и улицы Мичурина. К потомкам дошло не только письмо. Еще уникальный экспонат, который хранится в музее службы внешней разведки. Часы Артура Христиановича. Вот они очень давно не заводились. Я не знаю, пойдут они сейчас или нет. Рискну попробовать завести их. Послушайте, они пошли. Время для этой семьи никогда и не останавливалось. Время их замечательного предка Артура Христиановича Артузова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok